Други, давайте сегодня вместе приготовим фалафель. 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 Доброе утро, добрый день, всем привет. Как я уже сказала, мы сегодня будем готовить с вами фалафель. Что такое фалафель, спросите вы? Это котлетки, тефтельки, называйте как хотите, из нута. Нут, турецкий горох, неважно, как вы будете его именовать. И пусть вас не смущает размер этих маленьких бобовых. Это отличный источник растительного белка. Вегетарианцы и веганы обожают нут. Я его тоже очень люблю. У меня на канале уже есть очень много рецептов с использованием нута. Вот сюда нажмите и попадете на рецепт печенек из нута. Кстати, обалденно вкусные. На рецепт вкуснейшего, лучшего в мире хумуса из нута. А сегодня будут котлетки. А кто вот не любит котлетки? Мои дети их обожают. Их элементарно приготовить. Потребуется минимум оборудования, минимум ингредиентов. Они отлично замораживаются. У меня всегда в морозилке есть на запас фалафель, который можно быстренько кинуть в духовку. И через 15 минут у вас готов вкусный и полезный обед или ужин. Итак, ну хватит уже, хватит уже болтать. Давайте готовить. Что нам сегодня потребуется для того, чтобы сварганить офигенный фалафель? Итак, небольшое количество какого-нибудь масла. У меня сегодня будет оливковое масло, специальное для готовки. Что это значит? Потому что говорят, что не надо нагревать оливковое масло. Есть другие масла, которые устойчивы к нагреванию. Например, масло ги, топленое сливочное масло. Например, кунжутное масло, масло авокадо. Берите, что хотите. Это специальное ideal for cooking. Лимон. Обязательно нужен лимон. Чеснок. Лук. Лук длинный. Лук еще длиннее. Петрушка, укроп, кинза. Любая зелень, какая у вас есть, давайте добавлять фалафель. Почему? Да потому что это очень полезно. Если я предложу моим детям съесть пучок травы, они меня пошлют далеко и надолго. А в фалафеле он как-то аккуратненько, вся эта зелень прячется, и они их отлично съедают. Соль. Перец. Я в свой фалафель сегодня добавлю специю карри. А вы можете добавить все, что хотите. Хмели-сунели, добавьте корицу, кардамон. Что вам нравится? И небольшое количество миндальной муки. Если по какой-то причине вы не любите миндаль, или миндальную муку, или вы не едите орехи, смело замените миндальную муку на овсяную муку. Где же взять-то овсяную муку, спросите вы. Берете овсянку и перемалываете ее в блендере до состояния мелкой муки. Это нам в рецепте заменит яйцо. Да, я забыла сказать, сегодняшний рецепт отлично подойдет веганам, вегетарианам, потому что мы не используем вообще никаких продуктов животного происхождения. Гвоздь нашего рецепта нут. Что мы с ним будем делать? Его можно найти в магазине в сыром виде, как такие вот камушки-шарики. А можно найти в банке уже сваренные. Но нам сегодня потребуется именно сырой нут. Что мы с ним будем делать? Мы его будем замачивать на ночь. Для этого мы берем миску. Вот такую, вот такую, вот такую, вот такую миску. Вот так вот сюда вываливаем. Берем воду. Заливаем нут так, чтобы сверху осталось 2-3 сантиметра. И оставляем наш нут в покое. Минимум на 6 часов. А я вообще люблю оставить на ночь. У нас тут с вами все-таки серьезное кулинарное шоу. Поэтому, естественно, вот это я замочила. У меня есть уже готовый нут на подхвате. Если замочить нут на ночь, он заметно увеличится в объемах и станет, конечно, мягче. И как раз такой нут нам нужен. Теперь я вам расскажу маленький фокус. Есть такое понятие, как активированные, может быть, даже активизированные крупы. Если нут замочить на ночь, потом на следующий день его промыть водой и оставить его еще примерно на сутки, посмотрите, что с ним произойдет. Он действительно активизируется, активируется. Он прямо оживает на наших глазах. Обратите внимание, вот эти вот хвостики, это наш нут начинает прорастать. Это означает, что когда он был в упаковке, он был в каком-то спящем, сонном режиме, и мы его действительно активизировали. И он стал живым. Для чего мне это надо, сырок, активировать нут? Он становится в разы полезнее. И скоро на канале мы с вами будем проращивать гречку, будем с вами проращивать чечевицу. А сегодня этот пророщенный нут я буду использовать для нашего фалафеля. Итак, у нас готов нут. Давайте подготовим овощи. И дальше все просто элементарно. Элементарно. Смешаем все в блендере. Жик-жик-жик-жик-жик. И почти готово. И сейчас, конечно, мой любимый момент. Берем и все скидываем в блендер. У меня здесь примерно полтора стакана мука. Миндальная мука. Вы спросите, сыр, сколько надо муки-то? А я вам скажу. Под роликом есть стрелка. Нажмите на стрелку и выскочит детальное, подробнейшее описание этого рецепта. И там будет сколько вот надо муки в граммах, сколько надо нута и всего остального. Оливковое масло. Лук. Чеснок. Еще лук. Лимон. И дальше поехали кладывать зеленью. Я кидаю прямо с основанием. Мне кажется, там тоже очень много пользы. Никогда не задумали, из-за чего нужна вот такая вот крышечка? Я вам сейчас покажу. Иногда, когда нужно сколько-то перца, сыпешь, сыпешь, крутишь, крутишь. Непонятно, сколько ты на самом-то деле перца добавил. Переверните. Снимите крышку, и будет видно, сколько вы себе наперчили там, намололи. Ну что, мне кажется, я все добавила? Посмотрите, у нас получилась потрясающая однородная масса. Назовем это дело фаршем. Накрою это дело пленкой и уберу наш фарш. Минут на 15-20 в холодильник. Предварительно я его примну. Тогда-то будет чуть легче лепиться наши фалафельки. У меня совсем получилось. Я вернулась. Наш фарш готов. Итак, что нам нужно сделать? Берем противень. Засилаем его пергаментом. Берем ложечку столовую. Будем сейчас лепить наши котлетосины. Фалафельки. Важный момент. Вообще обычно фалафель жарят во фритюре. Его кидают эти котлеточки в кипящее масло. И что уж тут лукавить. Конечно, это дико вкусно. Но, други, не забываем. Это, конечно, вредно, жирно, а таз. Эти фалафелинки наши вы можете смело обжарить на сковороде. Они приобретут такую классную румяную корочку. Но я, признаюсь, все-таки просто люблю их выпекать в духовке. Они для меня не менее хрустящие, но, поверьте, мне гораздо более полезные. Если вы все-таки переживаете, чтобы это не слишком румяная корочка, можете взять кисточку и промазать ваш пергамент. И тогда все равно не как будто бы поджарится в духовке. Повторю, я этого делать не буду. Итак, берем ложку. И будем делать с вами шайбочки. Можете делать шайбочки, можете деформировать какие-то тефтельки. Каждый делает ту форму, которая ему нравится. Видите, как они легко и прекрасно лепятся. Други, посмотрите, какие они симпатичные и красивые наши фалафельки. Итак, духовку я уже предварительно разогрела до 180 градусов. И сейчас я всех этих красавцев туда отправлю на 15 минут. Через 15 минут я возьму лопаточку и аккуратно, бережно, нежнейшим образом переверну каждую фалафелинку. И обратно отправлю на 15 минут. То есть суммарно мы готовим примерно полчаса. Если вдруг вам прям сейчас вот не хочется съесть противень фалафеля, пожалуйста, берите его уже в таком виде и убирайте в морозилку. Сначала можете брать в холодильник, они схватятся, а потом упакуйте в морозилку до момента, когда вам страшно захочется фалафель. А он, бац, и уже у вас есть в морозилке. Вообще, ребят, оптимизируйте свое время, готовьте сразу побольше всего. И всегда имейте на запас в холодильнике чудесный полезный обед, ужин, завтрак, что хотите, перекус. Итак, я побежала к духовке. Слышите этот отвратительный звук? Это моя духовка, любезно сообщает мне, что прошли 15 минут. Итак, давайте их аккуратно перевернем. Пока доделываются наши фалафельки, пойдемте сделаем к ним обалденный вкусный соус песто из кейла. Очень много сегодня каких-то иностранных слов, что такое песто. Это обалденно вкусный и, естественно, очень полезный соус, который, как правило, готовится с использованием листьев базилика, кедровым орехом, с сыром пармезан, с оливковым маслом. Это обалденный соус для пасты. Или можно использовать как макалку и есть с ним сырые овощи. У нас сегодня будет песто непростое, а особенное. Будем сегодня его готовить, используя немножко другие ингредиенты. Но, поверьте мне, это, правда, очень вкусно. Не к нам, что это еще и очень полезно. Итак, вместо базилика у меня сегодня будет кейл. Это вот такие чудесные, пудрявые, очень плотные по консистенции лепестки. А как их вообще есть? Надо просто обрывать листья и оставлять вот этот толстый стебель. Он нам ни к чему. Накидаем, нарываем наш кейл сразу же в блендер. Добавим, конечно же, сок лимона. И поскольку я сегодня ни с кем не собираюсь встречаться, буду весь день зависать дома, я еще и положу свежий чеснок. У меня есть кедровые орешки, но сегодня я буду использовать коноплю. Семена конопли. К счастью или к сожалению, они не оказывают никакого седативного или веселяющего эффекта на человека. Зато в них очень много растительного белка. Опять же, это дико полезная штука. Конечно же, мы добавим оливковое масло. Конечно же, мы добавим еще немножко яблочного уксуса, потому что я его просто обожаю. Добавим небольшое количество воды, чтобы сделать наше песто не слишком густым. И еще мы добавим особенный ингредиент, а именно, по-миске это называется nutritional yeast. Наверное, если это привести на русский язык, возможно, это будут пищевые дрожжи. Но суть в том, что это деактивированные дрожжи. Мы от них не будем расти вширь. Зато они содержат огромное количество витамина В12. И опять же, они очень полезны. Почему они так прекрасны? У этих неактивных, деактивированных, уж не знаю, называйте их как хотите, nutritional yeast имеет обалденный, такой легкий сырный привкус. И мы этим сегодня будем заменять как раз сыр пармезан. Теперь наша задача все это перемешать. Давайте попробуем, что у нас уже получилось. Я совершенно точно добавлю еще вот этих чудесных дрожжей. Наверное, мне хочется еще небольшое количество оливкового масла. Наш песто готов. Для большей кремистости смело добавляйте еще половинку авокадо сюда или большую столовую ложку урбича, например, из орехов кэшью. А мне все нравится как есть. Пищит, подруга моя. Как же они вкусно. Пахнут. Итак, берем наш обалденный песто. Фалафель вкусный сам по себе. Но вот с этим песто что-то фантастическое. Фалафель снаружи хрустящий, внутри достаточно мягкий, но текстура плотная. Потрясающий цвет благодаря специи карри. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова